Алло, здравствуйте. Это тут у вас машину эвакуируют, я решил вам позвонить. Георгий, дружище! Ну как так? По тротуару нельзя ездить. Это не тротуар, это раньше была праздник. А что это? Раньше была, а до этого здесь динозавры ходили, и что теперь? На канал не подписался? Хамом стал или остался? У моего родного человека скоро праздник, и я решил сделать приятное, подарив ему телефон. Чтобы его выбрать, решил зайти на Е-каталог. В поиске пишем телефоны, и в правой таблице варьируем цену от 10 до 15 тысяч рублей. Далее выбираем пару моделей на сравнение характеристик, и кликаем на страницу товара, который вам понравился. Заходим обязательно в отзывы, чтобы убедиться в надежности товара. И переходим во вкладку «Где купить», чтобы найти самый выгодный вариант. Если и ты ищешь себе технику, то заходи на Е-каталог. Ссылки в описании. Ооо, это ауди. Такая вот эта. Да? Не знаешь, что ли? А, да. Помните Георгия, друзья? Этот, который говорить здесь буду я, который ладошками кидался. Шааа! Давай, сейчас я ему наберу. Сейчас я ему скажу, что у него машина эвакуирует. Георгий, берите трубку, будьте добры. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Георгий, какого черта? Нормально общались. Алло, здравствуйте. Это тут у вас машина эвакуирует, я решил вам позвонить. Спасибо, встанье. Да, да, хорошо. Извините, завранет, давайте он там встанет. А сейчас мы ловим добычи на живца. Мы позвонили Георгию, нашему уже знаменитому человеку, и сказали, что его машина эвакуирует. Потому что если бы мы сказали, уберите машину, он бы не стал ничего делать. А так он выйдет. Видите ли, он вышел. Потому что знает, что его машина здесь могут эвакуировать. А это значит, что он не может здесь стоять. Это логично. Сейчас мы дождемся Георгия. А вот, кстати, с того последнего момента он больше не проколол. Ну, это просто ты на него не натыкался. Вот он раз, его машина всегда по правилам стояла. И вот первый раз. Георгий, ну зачем вы нас и зрителя расстраиваете? Не надо. Ставьте машину положенную для этого места. Подошел? Нет, нет, нет. Мы сейчас снимаем Георгия, который подходит к своему автомобилю. Давайте подойдем. Георгий, дружище! Ну как так? Убирайте машину, будьте добры. И только не надо драться со мной, я буду защищаться. Никак? Что это? Слушайте, шалость удалась. Реально, шалость удалась, да? Давай опять, Санек. Это было прикольно. Зачем мне тратить наклейку, если я могу заставить человека немножечко пешком походить? Круто. Осталось все эти остальные машины как-то убрать. Давайте уже отсрегать. Ты подойди к той машине. Ну подойди, там водитель есть. Здравствуйте. Мы, к сожалению, припаковались вторым рядом. Спасибо, хорошего дня вам. Так, спасибо вам, что уезжаете. Всего хорошего. Видите, машину мы немножечко расчистили, как смогли. Хоть нас трое в центре. Павелич, можете, пожалуйста, машину убрать? Вторым рядом стоите. Добрый вечер. Вы, к сожалению, вторым рядом припарковались. Можете, пожалуйста, убрать машину? Спасибо. Дайте мне наклейку, я соседу накрыл. Мало, мало. Мало? Мало. На хамов не хватает. Добрый вечер. Вы, к сожалению, вторым рядом припарковались. Можете убрать машину? Прямо сейчас? Скажи мне, Искандер, вот что ты сделал с этой полосой движения? То есть, пятница, вечер, центр Москвы. Ты просто прошелся, и ни одной машины нет. А мы видели, сколько их было. Мэджик. Мэджик? Погнали дальше. Телефон ухо, кучу народу вокруг, вообще нормально. Телефон ухо, по тротуару еду. Тогда я посмотрю на вас. Не дай бог, конечно. Я когда заезжал, я слово сказал, ты мне сказал нельзя, я выехал. А ты должен знать, что нельзя, я не должен тебе говорить. Я знаю, возможно, мужчина, который сейчас мне что-то кричал, это посмотрит. Дело не в том, что я вам сказал или вы мне сказали. Дело в том, что вы прекрасно знаете, что у вас здесь не должно быть. И все, в этом посмотрите. Вся наличие людей вас не смущает? Мне просто интересно. У нас мама умерла, у нас похороны. А как я должна проехать? Похороны? Вот проезжая часть. Я вам сочувствую, что у вас умер родственник. Как я должен проехать? Назад сдайте и выезжайте на проезжую часть. Вот она, в одном метре. В каком магазине? В каком магазине? Все равно. Раньше была, а до этого здесь динозавры ходили. И что теперь? Сдайте, пожалуйста, назад. Я вас не пойму, вы меня не поймете. Да, всего хорошего. Еще раз соболезную и сочувствую. Ну, назад сдавайте. Что? Мне? А мне почему? Догадайтесь. А что, я вам не даю по тротуару ездить, и все. Нет, не понятно, тротуар есть. Это тротуар. Вы в возрасте занимаетесь такими вещами. А откуда вы знаете, сколько мне лет? Может, мне 15. Так, по словам этих женщин, у них кто-то умер, и теперь они едут по тротуарам в магазин. Я не совсем понимаю, как это связано. Не-не-не, чтобы проехать в магазин, ей нужно выехать на полосу движения, вот так проехать и вот сюда завернуть. Но это же долго, ведь можно прямо через тротуар проехать. Верно? Верно. О! Мы? Мы хотим, чтобы вы по тротуару... Ну, вы много вон пиваса и водки взяли. Видимо, очень сильно горюйте. У нас у матери похороны завтра. Поэтому водяра нужна? Да. А, ясно. Да. Соболезную. Сдавайте задом и уезжайте, и все. Маш, вы поехали. Что-то с этими ублюдками раздавали. Мы ублюдки. Мы не хотим, чтобы вы по тротуару ездили, и все. Да. Вы вкусисты? Действительно. Скажите, что мне нужно к сироткам поехать, а? Не надо, у вас коронавирус, уйдите. Я переболел вообще. Ну и что, вы меня заражаете. Чем я переболел уже? У меня антитела. Я вас могу заразить антителами? Можете. Чтобы вы не болели, я имею. Маша, не разговаривайте со мной. Маша, не надо. Маша, уезжайте с тротуара. Спасибо. Маша, уезжайте. Супер. Ребят, просто вот ждал. Ребята просто вот. Знаете, самое интересное, меня радует. То, что все время говорят, найдите работу, найдите чего. Вот они все время говорят одно и то же. Одно мышление, один раз на всем. Иди на работе, брат. А что ты меня снимаешь? Да это ту, все. Вот, пожалуйста, вот. Вот мы и пришли, чтобы вы спокойно ходили и не ссугались от таких машин. Нет. Не надеялись. Спасибо вам большое. Мы еще в гости к вам придем. Надеюсь, мы не бросим. Кстати, а как ты сбросил там? Как я сбросил вес? А это большой секрет. Нет, все. Ладно, ребята, правильное дело делаю. Спасибо вам большое. Спостите. Я понимаю, вас прикрасно. Ну вот, ну вот. У кого не спроси, а все нормально, я здесь всегда так делаю. И что теперь? Ты не дает право. А, мое. Согласен. Согласен. Вот весь. Ну куда вы? Ну куда вы? Вы знаете, куда он едет? Он едет вон тот двор, который он может по проезжей части заехать. Он считает, что если есть магазин, то у него есть парковка. Да, или у него есть подвеска, которая позволяет ему заехать. А это то, что это для колясок и так далее. Это никому не интересует. В общем, вам всего хорошего. Я не буду вас задерживать. Передавайте всем привет. Мы за вас. За обычных людей, потому что мы сами обычные люди. Я помню, тут был спор. На одном из прошлых рейдов женщина утверждала, что во дворе нет места припарковаться от слова совсем. И когда наш парень сказал, один из парней, говорит, я вам сейчас пойду и покажу, что там их много. Пошел 8 мест. Прям в эту же секунду. Людям не стыдно абсолютно. И знаете, вот тут недавно на одной из локаций, где мы были, на следующий же день, ну где-то мы приехали на эту новую локацию. Прошла неделя, там поставили столбики. Они простояли там ровно 3 часа. Через 3 часа их выкорчевали и просто убрали в угол. Многие говорят, о, поставьте столбики, тогда мы не будем заезжать. И как только ты ставишь эти столбики, их просто выкидываю. То есть, и их вчера арматурами прибили к асфальту, так, чтобы их не вытащили. То есть, я вот говорил один раз и скажу еще. Для этих людей только противотанковый йожи означает, что проезд запрещен. Вот такой вот огромный противотанковый йожь. Только он имеет какую-то силу. А знаки, удобство, социальное уважение человеку к человеку, это пустой звук. Только штраф сотрудника и противотанковый йожь. И все. Или там. Или там.